Здравствуйте! Продолжаем изучать биологию. Сегодня мы с вами поговорим немножко о тканях соединительной мышечной нервной эпители. Эпители или эпителиальная ткань это слой клеток выстилающей поверхность или эпидермис полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов пищевого тракта, дыхательной системы и мочи половых путей. Эта ткань является пограничная, представляет собой плотно салфнутой клетки и в ней мало межклеточного вещества. Она бывает однослойной, многослойной и однослойной другого типа. Вот вы видите их на картинке. Что следует же из такого строения для этих клеток? Ну, вот здесь снова представлены они в разном масштабе. Итак, в этих тканях наблюдается полярность эпители. Выделяет эпикальную сторону и безальную сторону. Все это находится на соединительной ткани и базальной мембране. Также имеются межклеточные контакты, нервные окончания и сосуды, конечно, которые ее питают. Из чего же состоит базальная мембрана? Вот она тут увеличена немножко под реместорском. Это из белков разных типов и в основном коллагена. К общим признакам эпителиальной ткани относятся. Ну, во-первых, то, что она состоит из плотно сохнутых клеток и в немало межклеточного вещества. Об этом мы уже говорили. Она обладает полярностью. Базальные эпикальные концы клетки имеют разные, ну, в общем-то, назначения и функциональные. Ну, отсюда и полярные. В ней нет кровеносных сосудов, в отличие от эпители. Она представляет собой базальную мембрану, подсланную соединительной тканью с сосудами, питающую эпители. То есть, сосуды по тканю проходят. И, наконец, обладают ее клетки к делению, то есть эпители должны уметь регенерировать. Что такое ткань? Ткань – это, по сути дела, совокупность некоторых клеток, множество, системы клеток и межклеточного вещества, имеющего общее происхождение и совместно выполняющие определенную функцию. Выделяют остеоциты, остеобласты и остеолокласты. Ткани животных бывают соединительными, мышечными, нервными и эпителиальные. Наиболее разнообразны это эпителиальные ткани, ну, потому что они присутствуют во многих местах и, естественно, поэтому у них большое функциональное назначение. Морфологическая классификация эпители осуществляется по форме клеток, они бывают плоскими, кубическими, цилиндрическими, по числу слоев однослойными и многослойными. Многослойные бывают ороговеющими и неороговеющими, ну, и также переходными. Однослойные бывают плоскими, кубическими, цилиндрическими, мы только что говорили, ну, а также бывают однорядными и многорядными. Вот показаны несколько многослойной переходной. Многослойный переходный другого типа уже немного, почему он называется переходным, то есть он может как бы сжиматься. Однослойный кубический и многослойный рогевает, как бы рогевает вокруг себя, то есть образует защитную оболочку. Многослойный не рогевающий, многослойный цилиндрический, многослойный кубический и так далее. Вот как они выглядят под микроскопом. Итак, основные функции специальной функции это защита ограничения, всасывание поглощения и функции секреции. Здесь они хорошо показаны на рисунке. К функциональной классификации относятся, они подразделяются на железостые, почечные, эндотелия или выстилка сосудов, мезотелия или выстилка целома, кишечные и покровные. Какой органоид осуществляет секрецию в этих тканях? Ну и, естественно, комплекс Гонджи. Это мы говорили с вами на предыдущей лекции. Вот он расположен обычно сбоку. Виды секреции, которые вам занимают соответственно ткань, это амирокриновая, апокриновая и галакриновая. Галакриновая, точнее говоря. Вот как они по-разному немножко происходят. Это хорошо видно у вас на рисунке. Одноклеточные слизистые железы состоят из бокаловидных клеток. К ним относятся клетки трубчатые, альвеолярные, простые, разветвленные, сложные. Это то, что образуют многоклеточные железы. Ну, простая альвеолярная осуществляет альвеолярная. Вот она, как выглядит сложная трубчатая альвеолярная, да? Но вы видите, здесь везде присутствуют фракталы, как инженеры должны понимать, что это такое. Однослойно-магорядные мерцательные эпители. Вот примеры вон под микроскопом. Характеристика. Для эпители ткани характерными является структурное объединение составляющих клеток и функционирование последних в составе непрерывных слоев, пластов или тяжей, фолликулов и других. Если характеризовать виды эпители ткани в общем плане, то следует выделить несколько основных особенностей, которыми они все обладают, каждая в большей или меньшей степени. Ну, например, свойства мышечной ткани. Это, как и любые другие структуры, данные разновидности тканей имеют свои особенности. Как в строении, так и по функциям. Основные свойства мышечной ткани, благодаря которым они могут что-то делать, это сокращение, вы знаете, возбудимость, проводимость и лабильность. Благодаря большому количеству нервных волокон, кровеносных сосудов и капилляров, питающих мышц, они могут быстро воспринимать сигнальные импульсы. Данное свойство называется возбудимость. Также особенности строения мышечной ткани позволяют быстро реагировать на любые раздражения, посылать ответный импульс в кору головного и спинного мозга. Так проявляется свойство проводимости. Мышечная ткань, в строении функций, которых она выполняет, все это в целом сводится к главному свойству сократимости. Мышцы у нас должны сокращаться и что-то делать. Последнее свойство, которым необходимо упомянуть, это лабильность. Это свойство подразумевает способность ткани быстро восстанавливаться после возбуждения и приходить в абсолютную работоспособность. Лучше миоцитов могут делать только аксоны, нервные клетки. Тоже быстро восстанавливаются, но сравните на быстро. Хотя иногда этот процесс происходит и медленно, чем нам хотелось. К характеристике относятся это отсутствие вещества, находящиеся между клетками, что делает структуры плотно прилегающими друг к другу. Это уникальный способ питания, заключающий не в поглощении кислорода из кровеносных сосудов, а в диффузии через базальную мембрану от соединительной ткани. Также уникальная способность к восстановлению, то есть регенерации структуры достаточно быстро происходит. Клетки данной ткани имеют название эпителиоциты. Каждый такой эпителиоцит имеет полярные концы, поэтому вся ткань в итоге обладает полярностью. Под любым типом эпителиоцитов располагается базальная мембрана, имеющая важное значение. Локализация данной ткани осуществляется в теле пластами или тяжами в определенных местах. Таким образом получается, что родновидность эпителиоцитов объединяется общими закономенностями в расположении и структурной организации. К виду эпителиоцитовая ткань относятся, ну, поверхностная. Эпителиоцитовая структура особенно плотная, ведь он выполняет свою главную, в первую очередь, защитную функцию. Он образует преграду между внешним миром и внутренней частью организма, то есть это, по сути дела, кожа, наружные покронные органы. В свою очередь данный вид включает в себя еще несколько составляющих. Например, железные эпителиоцитовая ткань, железы протоки которых открываются наружу, то есть экзогенные. Таковы можно отнести слезные, потовые, млечные, и сальные, и половые. Секреторная развитность эпителиоцитальной ткани. Некоторые ученые считают, что часть нервных клеток со временем переходит в эпителиоциты и формирует данный тип структуры. Основная функция такого эпители – это воспринимать раздражение как механическое, так и химическое, передавая сигнал об этом соответствующей станции организма. Это основные виды эпителиоцитальной ткани, которые выделяются в составе организма. Теперь рассмотрим более подробную классификацию каждую из них. Итак, эта классификация достаточно емкая и сложная, так как структура каждого эпителия многогранна, и выполняем функции различные и специфичные. В целом же может существовать развитность эпителия объединив следующую систему. Покровные эпители делятся так – однослойные. Клетки, в данном случае расположенные в один слой, непосредственно контактируют с базальной мембраной, соприкосная с ней. Они бывают однорядными, подрастеляющими на цилиндрические, плоские и кубические. Не каждый из этих типов может быть соответственно и бескаемчатым, и каймчатым. В то же время они могут быть многорядными, включающие призматические ресничные или мерцательные, и призматические безресничные. Второй тип – это многослойные. Клетки расположены в несколько рядов, поэтому контакт с базальной мембраной осуществляется только у самого глубинного или первого слоя. Выделяют переходные, роговевающие плоские, не роговевающие, подразделяющие последние на кубические, цилиндрические плоские. Как и предыдущие. Вы видите, в общем-то описание похоже. Железистые эпители также имеют свою классификацию. Он подразделяется на одноклеточный и многоклеточный. При этом сами железы могут быть эндокринными, и выводящими секрет в кровь, и экзокринными, имеющие протоки, рассматривая эпители. Сенсортная ткань подразделяется на структурные звенья не часто. Как правило, это подразделение не рекомендуется делать, поскольку он состоит из сформирующих ее преобразованных в эпицинтеты нервных клеток. Однослойный плоский эпители. Он получил такое название – застроение клеток. Его эпицилоиды представляют собой тонкие и упрощенные структуры, даже несколько уплощенные, которые плотно соединяются между собой. Главная задача подобного эпители – обеспечивать хорошую проницаемость гомолекул. Поэтому основные места эхилокалегазации – это альвеолы легких, стенки сосудов и капуляров, внутренние стороны брюшины, серьезные серозные оболочки, формируют некоторые протоки почек и почечных телец. А сами эпители имеют мезотелиальное или эндотелиальное происхождение и характеризуются присутствием крупного овального ядра в центре клетки. Это их особенность. Кубические эпители. Такие виды эпители, как однослойный и многослойный, кубический, имеют несколько особенное строение клетки по форме. За это они и получили свое название. По сути дела, это кубик в слегка неправильной форме, скажем так, помятой. Однослойный кубический локализован в канальцах почек и выполняет там функции проницаемой мембраны. А ядра в таких клетках, как круглые, смещены к клеточной стенке. Очевидно, для того, чтобы быстрее делиться. Многослойный кубический эпители расположен в виде ряда глубинного слоя, контактирующего с базальной мембраной. Все остальные наружные структуры покрывают его сверху в виде плоских чешуек. Такой тип ткани образует множество органов, например, роговицы глаза, пищевод, полость рта. Призматические однослойные тоже имеют свои особенности. К ним относится то, что функции цилиндрически удлиненные. Основные места их локализации это кишечник, тонкая и прямая кишка, желудок, некоторый канал цепочек. Основная функция это увеличение всасывающей поверхности рабочего органа. Кроме того, сюда открываются протоки специализированных бокаловинных клеток, выделяющих слизь. Виды, мы уже говорили, бывают однослойные, многорядные. Это разновидность покрова, покровные эпители. Главная задача обеспечения наружных покровов дыхательных путей, которым высланы. Все клетки здесь тесно контактируют с базальной мембраной. Ядра в них округлые, расположенные на неодинаковом уровне. Мерцательным он называется из-за того, что края аптеллисоидов обрамлены ресничками, как бы моргают. При этом выделяют четыре разновидности структуры клеток. Базальные, мерцательные, о чем мы только что говорили, длинные вставочные и бокаловидные слизеобразующие. Кроме этого, однослойные многорядные эпители встречаются в половых протоках и соответствующей системе. В яйцеводах, яичках и так далее. Многослойные переходные эпители. Самая главная его отличительная особенность в том, что клетки могут быть стволовыми. То есть такими, которые способны к дифференцировке в любые другие разновидности тканей. Конкретно переходные эпители входят в состав мочевого пузыря и соответствующих протоков. Они подразделяются на три большие группы, объединенные способностью формировать ткани. Они же у нас стволовые и обладают достаточно высокой растяжимостью. Бывают базальные, это маленькие клетки с ядрами округлой формы, промежуточные. И поверхности, это, пожалуй, самые большие клетки этого типа. Они чаще всего имеют форму купола. Контакта с мембраной в данных тканях нет. Поэтому питание диффузного, расположенного под ними соединительной ткани, рыхлого строения осуществляется. Другое название еще таких типов эпители – уротелей. Многослойные неороговеющие эпители. К данному типу относятся ткани организма, которые выстилают внутреннюю поверхность роговицы глаза, структуры полости рта и пищевода. Они тоже делятся на три типа – базальные, шиповатые и плоские. В органах они формуют тяжи плоского строения. А названы неороговеющими, за способность со временем сущиваться, то есть удаляться с поверхности организма, заменяясь более молодыми аналогами. Роговеющие. Его определение может звучать следующим образом. Это эпители, верхние слои которого способны дифференцировке и формированию твердых чешуек – роговицы. Среди всего покровные эпители – это, пожалуй, единственный, для которого характерна такая особенность. Его каждый может видеть невооруженным глазом, ведь главный орган данного слоя – кожа. В состав входят эпители цели разного строения, которым можно объединять опять несколько основных слоев – это базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой. Последний, так поздравил, самый плотный и толстый, представляет собой роговые чешуйки. Именно они слущиваются, когда кожа начинает шелушиться под воздействием неблагоприятных условий среды. Основные белковые молекулы этой ткани – это кератин и полагогрин. Железистый эпители – тоже разновидность интересных тканей. Он, помимо покровного, имеет достаточно большое значение. Он является еще одной формой, которая имеет эпителиальная ткань. Железистый эпители очень отличается от покровного и всех его разновидностей, так как его имеют другие клетки. Его клетки называются ландуалицитами. Они являются основной частью различных желез. Всего можно выделить два основных вида – экзогенные железы и эндогенные. Те, которые выбрасывают свои секреты непосредственно в железистые эпители, они в кровь относятся ко второй группе. К ним относятся слюнные, молочные, сальные, потовые, слезные и половые. Также существует несколько вариантов секреции, т.е. выведения веществ наружу. Например, креновые – это когда клетки выделяют соединение, однако они теряют свою целость. А по креновым после выделения секрета целостность частично нарушается. И голо-креновые – клетки полностью разрешаются после выполнения функций. Заметим, что работа желез очень важна и значимая. И основная их функция – это защитная, секреторная, сигнальная и т.д. Мышечная ткань. Снова к ней вернемся. Итак, мышечная ткань – это ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям. Особую роль в активности жизни человека, животных играет их специализированная структура. Строение и функции ее весьма своеобразны. Вообще данная ткань неодорода имеет свою классификацию. Существуют такие развидности мышечной ткани, как гладкая, поперечно-полосатая и сердечная. Каждая из них имеет свое место локализации в организме, свои функции и выполняет строго определенную эту функцию. Строение клетки мышечной ткани. Все три разновидности мышечной ткани имеют свои особенности строения, но выделяют между тем закономерности. Во-первых, она удлиненная форма, иногда достигает даже 14 см, т.е. тянется вдоль всего мышечного органа. Во-вторых, она многояденная, так как именно в этих клетках наиболее интенсивно протекают процессы синтеза белка, образования и распада молекул АТФ. Также особенностью является в том, что ее клетки содержат пучки миофибрил, сформированные двумя белками – актином и миозином. Именно они обеспечивают главное свойство этой структуры – сократимость. Каждая нитевидная фибрила включает в себя полосы. В микроскоп они хорошо видны как более светлые и темные. Ими являются белковые молекулы, образуются частота вроде тяжей. А актин при этом формирует светлые полосы, а миозин – темные. Особенность мышечной ткани любого типа в том, что их клетки, или миоциты, образуют целые скопления. Пучки волокон или симпласты. Каждый из них изнутри выслан целыми скоплениями фибрил, в то время как самая мельчайшая структура состоит из названных выше белков. Если образно рассмотреть данный механизм, то получается словно матрешка. Меньше – больше, и так до самых пучков волокон объединенная рыхлой соединительной ткани в общую структуру. То есть в определенный тип мышечной ткани. Внутренние среда клетки, то есть протопласты, содержат в этих ткани все те же самые структурные компоненты, что и любая клетка в организме. Однако отличие заключается в ядерах, в количестве точнее их, их ориентации не в центре волокна, а в периферической части. Ну, наверное, чтобы лучше управлять. Так же в том, чтобы деление происходило не за счет генетического материала ядра, а благодаря особым клеткам, носящим название сателлитов. Они входят в состав оболочки миоцита и активно выполняют функцию регенерации, то есть восстановления целостности ткани. Гладкая ткань – это одна из разновидностей мышечной. Она имеет мезонхимное происхождение и устроена принципиально отлично от других. Миоциты небольшие, слегка вытянутые и напоминают утолщение в центре волокна. Среди средний размер таких обычно от 0,5 мм и до 10 мкм в диаметре. Гладкая мышечная ткань, образованная пучками миоцитов, описанного устроения, иннервируется эфирентными и эфирентными волокнами. Она подчиняется управлению вегетативной нервной системы, то есть сокращается и возбуждается без осознанного контроля организма. В некоторых органах гладкая мускулатура сформирована благодаря индивидуальным одиночным клеткам с особенностью иннервации. Хотя такое явление достаточно редко. В целом уделяют два типа клеток гладкой мускулатуры – это секретальные миоциты или синтетические и гладкие. Места локализации в организме. Ну, гладкая мышечная ткань, сравнение функций, которые она выполняет, позволяет их концентрироваться в различных органах в неодинаковом количестве. Так как иннервация не подчиняется контролю со стороны направленной деятельности человека, то есть его сознания, то их места локализации будут соответствующими. То есть стенки кровеносных сосудов и вен, большая часть внутренних органов, кожа, глазное яблоко и прочие структуры. В связи с этим характер активности гладкой мышечной ткани, то есть быстродействующей и низкой. Выполняемые функции. Строение мышечной ткани накладывает прямой отпечаток. Так гладкая она выполняемые функции. Например, гладкая мускулатура нужна для следующих операций. Осуществление сокращений и расслаблений органов. Сужение и расширение просвета кровеносных и лимфатических сосудов. Движение глаз в разных направлениях. Контроль над тонусом мочевого пузыря и других полых органов. Обеспечение реакции на действия гормонов и других химических веществ. Высокая пластичность и связь процесса возбуждения и сокращения. Поперечно-полосатая мышечная ткань. Поперечно-полосатая мышечная ткань имеет миоциты, содержащие множество ядер и представляющие собой результат слияния нескольких клеточных структур. Такое явление обозначается термином симпласт или синцитив. Внешний вид волокон представляется длинными, вытянутыми цилиндрическими клетками, плотно соединенными между собой общим межклеточным веществом. Существует определенная ткань, которая образует эту среду для сочленения всех миоцитов. Ею обладает и гладкая и мышечная. Соединительная ткань – это основа межклеточного вещества, которая может быть как плотной, так и рыхлой. Она же формирует целый ряд сухожелий, при помощи которых поперечно-полосатая скелетная мускулатура крепится к костям. Миоциты в поперечно-полосатой мышечной ткани бывают значительного размера и имеют тоже некоторые особенности. В частности, саркоплазма клеток содержит большое количество различных микрофлантов и миофлабил, таких как актиномиозин в основе. Данные структуры объединяются в большие группы, так называемые мышечные волокла, которые в свою очередь формируются непосредственно в скелетные мышцы разных групп. Имеется множество ядер, хорошо выраженные ретикулиум и аппарат Гольджи. Хорошо развиты многочисленные митохондрии. Иннервация осуществляется под контролем соматической гневной системы, то есть осознанной. Утомляемость волокол достаточно высокая, однако и высокая работоспособность. Лобильность выше среднего уровня и быстро восстанавливается после рефракции. Значение для организма, роль которую выполняет поперечно-позлосатая мускулатура, переоценить достаточно сложно. Ведь именно она отвечает за собой каждое отличительное свойство растения и животных. Способность к активному передвижению, способность к жизни. Человек может совершать массу самых сложных и простых манипуляций и все они будут зависеть от работы скелетных мышц. Многие люди занимаются тщательной тренировкой своей мускулатуры, добываясь в этом большого успеха благодаря свойствам мышечных тканей. Так что изучайте их и у вас все будет хорошо. Вот собственно все, что я вам хотел сказать в этой лекции. Кратце ознакомить вас с основными типами ткани. Если у вас будут какие-то вопросы, свяжитесь со мной по указанному здесь адресу. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...